Александр Гуцан, полпредпрезидент России в Северо-Западном федеральном округе, посетил с рабочим визитом Ненецкий округ. Александр Гуцан провел в Наринмаре совещание по вопросам реализации национальных проектов с участием временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа, председателя собрания депутатов, профильных заместителей губернатора, представителей окружной прокуратуры и регионального управления Министерства внутренних дел. В начале совещания полпред отметил. Пандемия, новая коронавирусная инфекция и связанные с ней ограничения внесли свои коррективы в реализацию национальных проектов. Вы это сами прекрасно знаете, прекрасно чувствуете на местах. Борьба с эпидемией еще продолжается и сейчас важно на фоне имеющейся динамики с одной стороны действовать аккуратно, а другой продолжится усилие по созданию условий для нормализации работы экономики в социальной сфере, а также по реализации национальных проектов. Национальные проекты будут скорректированы, а также разработан единый план по достижению национальных целей развития страны до 2030 года. Тем не менее, нам необходимо приложить все условия для исполнения ключевых показателей национальных проектов, установленных на текущие годы. Ненецкий автономный округ принимает участие в большинстве федеральных проектов. Объем финансирования национальных проектов в прошлом году составил 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Освоение средств составляет почти 91%. Достаточно большой показатель для северо-западного федерального округа. В 2020 году на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов Ненецкому автономному округу предусмотрено 6,5 миллиардов рублей. Цели национальных проектов были и остаются нашим главным приоритетом. Несколько дней назад был введен в эксплуатацию один из самых крупных социально значимых для жителей округа объектов строительства в рамках национального проекта образования – новое здание городской школы номер 3. Трежде всего, 700 семей древмарцев получили возможность повезти своих детей в школу. И еще огромное количество учителей получили нормальные условия работы. И это самый главный эффект от реализации этих национальных проектов. Тема реализации национальных проектов и социально-экономического развития Ненецкого автономного округа стала ключевой и на рабочей встрече Александра Гуцана с Юрием Бездудным, где стороны обсудили вопросы формирования доходной части регионального бюджета в условиях существенного снижения мировых цен на нефть, пандемии коронавирусной инфекции и связанную с этим необходимость привлечения большего объема федеральных средств на строительство социальных объектов в регионе. В ходе беседы Юрий Бездудный обратился к Александру Гуцану за поддержкой в вопросе увеличения объема финансовых средств из федерального бюджета на строительство новых образовательных объектов. Буквально накануне 1 сентября у нас с визитом был замминистра просвещения и мы с ней... Ну как раз школу открывали. Да, мы открывали школу в Индиге и третью школу и именно от жителей существует запрос по строительству школы в Нарименосе, школы в Искателях. Для нас это вот следующие самые главные социальные объекты, которые мы просто обязаны для жителей ввести. Иван Сысоев, Владислав Носкин, Телеканал Север.